Два, три, ёлочка горит! И... Только что загорелась звезда на главной ёлке Новосибирской области. 30 километров светодиодной ленты вокруг главного новогоднего символа. Как альпинисты украшали ёлку высотой с восьмиэтажный дом. Эти маленькие погрузчики управляются очень легко, будто бы джойстиком игровой приставки. За пару минут я, новичок в этом деле, овладел озами управления машиной. Быстрее, ниже, манёвренней. Что умеет новая техника, которая будет убирать улицы и тротуары? Я люблю принцесс и героев. Когда QR-код не запрет, а помощь для заболевших. Как попасть в сказку с помощью мобильного телефона? Новосибирская область расширяет культурные связи с Сирийской Арабской Республикой. Концерт в Дамасской опере, Сибирского хора, встреча на правительственном уровне, обсуждение сотрудничества в сфере образования. Сегодня делегация нашего региона во главе с губернатором Андреем Травниковым находится с международным визитом в Сирии. Огромное спасибо за тёплый приём, за истинную реакцию на выступление нашего. Овацией завершилось выступление Сибирского хора в Национальном оперном театре Сирии. В Дамас коллектив вернулся через два с половиной месяца после первого концерта в сентябре. Стоит отметить, что теперь хор прилетел с новой программой. С сентябрьского репертуара осталась лишь одна композиция. Всё остальное зрители слышат впервые, в том числе и песню на арабском языке. До концерта губернатор Андрей Травников встретился с послом России в Сирии Александром Ефимовым и министром культуры Сирийской Арабской Республики Любан Имшавех, которая поблагодарила гостей за возможность ещё раз услышать сибирский хор. Андрей Травников предложил подключить к культурному сотрудничеству и музеи, например, продемонстрировать новосибирцам сирийские культурные и исторические ценности, а в Сирии организовать выставку сибирских художников. Также в программе нашей делегации встреча с министром образования Сирии и ректорами вузов этой страны. На площади Ленина в Новосибирске закончили установку главной новогодней ёлки области. Альпинисты, оформители, электрики и другие специалисты работали над её украшением все минувшие выходные. Подробнее расскажет Дмитрий Антипов. Начинается работа с установки металлического каркаса. Монтируют его по частям, поднимая на кране, а промышленные альпинисты помогают точно позиционировать соединяемые детали. Поскольку все работы на высоте, то все работники, которые работают с подъёмом, они должны обладать соответствующими навыками. Поэтому здесь собрана достаточно сильная компетентная бригада для того, чтобы ёлку собрать побыстрее и она скорее начала радовать детвору. На установку ёлки у специалистов всего два дня, потому многие технические задачи решают параллельно. Пока рабочие собирают каркас главной ёлки Новосибирской области, детали её оформления уже находятся здесь. При этом все они подписаны и у каждой части свой собственный номер. Это нужно потому, что их устанавливают не в случайном порядке, а у каждой из них своё конкретное место. На второй день специалисты начинают установку оформления и монтаж сети гирлянд. Цветодиоды на них современные. В отличие от обыкновенных лампочек, они безопаснее, реже перегорают. И что немаловажно, потребляет такая гирлянда. Немного электричества. Да, это действительно главная ёлка нашего города и нашей области. Работа очень большая, масштабная. Световая система состоит из двух частей. Это динамический тёплый свет и динамический белый свет струбный. Здесь почти 30 километров клиплайта. И звёздная система очень мощная, крутая, собственно, в разработке и производстве. Монтаж всех проводов тоже выполняют альпинисты. Финальный же штрих – установка звезды. Два, три, ёлочка, гори! Только что загорелась звезда на главной ёлке Новосибирской области. В этом году с установкой ёлки команда справилась быстрее, чем в 2020-м. Говорят, благоволила погода. Параллельно с установкой ёлки рабочие уже готовят иллюминацию театрального сквера. А прославившийся на всю страну Новосибирский каток начнут заливать позднее. Дмитрий Антипов, Евгений Павлов. Новости ОТС. Тем временем в районах области начали заготавливать новогодние деревья на продажу. Из 26 лесничеств заготовительная компания стартовала в 20. Уже скоро зелёные красавицы появятся на городских ёлочных базарах. А пока в Ордынском лесничестве побывала наша съёмочная группа. Трактор, пробивающий дорогу по Снежной Целине, оказался старым знакомым. В начале осени его в числе других новых машин передали в лесхозы области. Работа для него находится каждый день. Сегодня на заготовке новогодних сосен. Вот эти заготовки, что мы готовим, они урона природе никакого не наносятся. Наоборот, оно прореживается, осветляется, даёт росту другим лесным насаждениям. В этом году в Новосибирской области планируют срубить около 30 тысяч хвойных деревьев. Вклад Ордынского лесхоза около двух тысяч. Столько, сколько смогут реализовать. Уже поступают изначально заказы от продавцов данного товара. И под эти дела уже формируются, соответственно, объёмы под вырубку. Для того, чтобы ель или сосна выросла до товарного размера, требуется не один год. Ну вот это в этом году выросла. То есть ей три года или четыре? Нет, надо с нижних считать. Короче, лет пять есть? Четыре, пять, где-то шесть лет. Во всех лесничествах организовали круглосуточное патрулирование. Пока случаев нелегальных вырубок не было. Но каждый год задерживают около 50 чёрных лесорубов. Нарушителям за каждую срубленную ель грозит штраф. От трёх до пяти тысяч. Плюс полторы-две тысячи на возмещение ущерба. Цена на новогодний красавец зависит от размера. Чем больше, тем дороже. Но в среднем цена на такую новогоднюю сосенку на территории лесхоза 500 рублей. На территории городских ёлочных базаров стоимость, конечно, будет дороже. Средства, вырученные лесхозами от продажи новогодних елей, идут на охрану и воспроизводство насаждений. Рабочие рассказывают, пилить деревья будут вплоть до 25 декабря. До тех пор, пока будет спрос. Станислав Блинов, Евгений Павлов. Новости ОТС. В Кольцово скоро стартуют большие стройки. Сейчас идут последние этапы государственной экспертизы нескольких инфраструктурных и научных проектов. В частности, экспериментальной станции для сибирского кольцевого источника фотонов. Сотрудники «Вектора» для «Скифа» создадут мощный микроскоп, пользоваться которым смогут специалисты разных отраслей. Как рассказал глава Кольцова Николай Красников, работ на ближайшие два года запланировано много. Строительство нового дома ученых, жилья для гостей Наукограда, а главное – развитие дорожной инфраструктуры. В этом году начали большой второй этап дороги, туннель Барышева-Кольцова-Орловка. Это серьезная проекция, стакады, которые разгрузят наш Наукоград и выйдет к «Скифу» и площадке «Вектора». Мы проектируем другой объезд со стороны Академгородка. Новая техника поступила в распоряжение новосибирских дорожников. Грейдеры, погрузчики, комбинированные очистительные комплексы еще не лишились заводского лоска, хотя и работают на улице уже неделю. Теперь в автопарке предприятия есть и совсем диковинные машины, которых раньше на вооружении не было. Обновки новосибирского ДО номер один оценил Александр Шпак. Погрузчики, автометлы, грейдеры будто бы выстроились в каре, готовые к бою со снегом на сибирских дорогах. Всего 12 единиц техники, экономичной и производительной. Езд за одного, работает за троих, говорят сотрудники о приобретении. По предварительным подсчетам, эффективность уборки дорожного рабочего данные установки повысят как минимум в три раза. Может, производительность даже будет выше, чем мы рассчитываем. В этот раз город заказал в качестве комбинированных дорожных машин непривычные «Камазы» Агазели. Принципиальная разница в маневренности. Кузов меньше, зато качество уборки битком забитых улиц возрастет. Эти автомобили уже выходили в рейсы еще до официальной приемки. Машинист Александр Бондаренко одним из первых пересел на новый погрузчик. В сверкающей теплой кабине, говорит водитель, работа пойдет лучше, даже если модули стоят стандартные. А вот что нестандартно. В качестве эксперимента мэрия закупила эксклюзивные погрузчики мини. Подобной техники на новосибирских улицах не было никогда. Эти маленькие погрузчики управляются очень легко, будто бы джойстиком игровой приставки. За пару минут я, новичок в этом деле, овладел лазами управления машиной. Но главное их достоинство в том, что они очень мобильные. Они будут чистить тротуары там, где никакая другая техника не справляется. Там, где обычно чистят вручную лопатами, теперь будут метки автощетки. Или скрести ковши. Зависит от установленного модуля. Если тротуарный спецназ проявит себя этой зимой, в следующем году город закажет больше гусеничных мини-погрузчиков. Александр Шпак, Антон Мамаев, Новости ОТС. Сегодня в Новосибирске подводят итоги главной театральной премии нашего региона «Парадис». Члены жюри с середины октября отсматривали спектакли государственных и частных театров. Церемония награждения в эти минуты проходит в камерном зале филармонии. На месте работает наш корреспондент Алексей Кудинов. Он на связи со студией. Алексей, добрый вечер. Вам слово. Добрый вечер, Иван. Театральная премия «Парадис» считается одной из самых старейших в России. Ее вручают уже более 30 лет. Премия переживала разные времена. Организаторы и театральная общественность спорили о том, как номинировать спектакли, о том, как формировать состав жюри. Но, тем не менее, сейчас это самая важная, самая уважаемая Новосибирске, одна из самых главных региональных театральных премий страны. В прошлом году из-за пандемии премию не вручали, так что сегодня здесь подводят итоги сразу двух сезонов. Спектакли, которые будут претендовать на премии, выбирал экспертный совет, а судьбу номинатов решала уже музыкальная, драматическая жюри и специалисты по детскому театру. 24 спектакля смотрели новосибирские критики и специалисты из Москвы, Екатеринбурга и Томска. В афише было 10 спектаклей. И так, видимо, судьба сложилась, что это все спектакли о России, то есть там пьесы российские, российских авторов. Поэтому 10 вечеров мы смотрели разные варианты о том, как жить в России. А на что бы обращали внимание, как всегда, на игру, на решения, на какие-то открытия. Результаты работы трех составов жюри организаторы до последнего держали в тайне. Сейчас вот вручили награды музыкальному театру. Лучшим спектаклем признан мюзикл «Кабаре», который идет в театре «Глобус». Лучшая женская роль этот приз достался Ольге Гришенковой, балерине нашего оперного театра за роль в «Байдерке». А вот лучших мужских роли жюри выбрало две. Отметили Александра Крюкова, исполнителя главной роли в мюзикле «Фома» нашего музыкального театра, и Алексея Корнева, артиста театра «Глобус». И вот уже известно, что лучшим детским спектаклем стал доклад о «Медузах». Это постановка также театра «Глобус». По итогам драматического жюри пока никакой точной информации нет. Ну, известно, что есть спектакли-фавориты. Это «Дело» и таймаут «Красного факела», а также «Золотомасочный идиот» театра «Старый дом». Ну, скорее всего, основные награды распределятся между этими тремя постановками. Но какие-то подробности, окончательные итоги премии «Парадис» я расскажу уже в следующих выпусках новостей. Иван? Да, спасибо. Алексей Кудинов о вручении театральной премии «Парадис». Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. Классные часы у руки. Мужество, которое мы тоже проводим в рамках Дня Героя Отечества, 23 февраля, вывод войск из Афганистана. Последние пять лет мы добились существенных революционных изменений в положительную сторону, когда добиваемся значительной медианной выживаемости или общей выживаемости пациентов с раком легкого. В финале немного было трудновато, потому что соперник упал за один из первых номеров своей страны, и пришлось, так сказать, нагрузиться чуть посильнее, чем до финала. Субтитры создавал DimaTorzok Что такое семья? Это ответственность. Получите максимум от своих сбережений. Откройте вклад на выгодных условиях для себя и своих близких. Мечтайте, планируйте, сберегайте. Ремесленный дом Ивана Лапина и сеть магазинов «Лапинки» приглашают за покупкой валеной обуви. Новосибирск. Специализированный магазин «100 дел» открылся в вашем городе. «100 дел» – это большой выбор электроинструментов и оборудования мировых брендов. «100 дел» – это гарантия и сервис. «100 дел» – всегда доступные цены. Инструменты и оборудование в магазине «100 дел». Новосибирск. Улица Первомайская, 45. Завтра в Новосибирске стартует российско-немецкий культурно-деловой форум. Его цель – объединить представителей деловых кругов России и Германии. Форум пройдет во второй раз и станет международной площадкой для открытого диалога и обмена опытом представителей бизнеса, экспертного сообщества и государственных органов власти двух стран. В центре внимания совместные проекты в сферах экономики, культуры, науки, образования, общественной и волонтерской деятельности, а также предприятия малого и среднего бизнеса, которые определяют экономический ландшафт регионов России и Германии. Многие города России, Сибири, делегации с Германией, соответственно, на площадке форума мы делаем диалог между государствами, народами, культурами. И, соответственно, в такое сложное время все-таки собираемся очно, глаза в глаза. И, соответственно, на полях площадки будем обсуждать именно те моменты, которые должны быть в развитии наших двухсторонних отношений между странами России и Германии. QR-коды, которые помогают выздороветь маленьким пациентам. Больничные клоуны нос разместили в палатах детских отделений областной больницы наклейки, благодаря которым можно перейти на сайты, где находятся ролики со смешными историями или сказками, которые читают волонтеры. Подробнее в сюжете Натальи Цопиной. Я люблю принцесс и героев. Варя с мамой прочитали почти все книги, которые есть в игровой комнате отделения. Лечение долгое, но скучать не придется. На этажах детского корпуса появились новые наклейки с QR-кодами. Наводишь гаджет и по ссылкам попадаешь в настоящую сокровищницу. Варвара выбирает сказку про снежного медведя. Ролик заинтересовал тем, что у меня в телефоне в основном моя работа. Нет ничего. Так как мама сидит в телефоне, я же тоже надо повторить все это. А включить нечего. Ей будет интересно включить эти мультики. И она будет опознавательная для нее. И рассказывает. Она любит их перелистывать, пересматривать. Картинки рассматривает прям все детали. Каждую детальку, где что нарисовано, где птичка, где веточка. Она пересматривает. Ей будет это интересно. Лучше настроение, ближе выздоровление. Об этом говорят медики, которые всегда рады визитам волонтеров. Больничный клоун и нос с областной клиникой сотрудничают уже 6 лет. В последние полтора года формат работы пришлось изменить. Из-за карантина перестали пускать в отделение. Пришлось выходить онлайн, устраивать мини-концерты под окнами и снимать ролики. Потом пришла идея начитывать сказки. Чтобы поделиться историями в интернете, вели переговоры с издательствами. Какие-то произведения разрешили выложить в широкий доступ. Другие только для пациентов больниц и реабилитационных центров. Как сделать так, чтобы большее количество детей смогло увидеть этот контент? На помощь пришли QR-коды. Такой видеоподкаст. Есть картинка и закадровый голос, который читает нескольких героев. А на ютубе, получается, короткие клоунские гэги смешные. На разные возраста сказки есть и прям для совсем малышей, которым будет интересна яркая картинка. И также клоунские гэги есть, которые детям совсем маленьким интересны. Но есть и сказки, которые могут послушать не только дети, даже взрослые. Ну а приходить в больницу клоуны после полуторагодовалого перерыва начали уже во второй половине ноября. Наталья Цобина, Алексей Зубила, Новость ОТС. О жизни и подвигах сибиряков. Российская ассоциация героев при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области запустила новый проект «Путь героев в век науки и технологий». В его рамках планируют развивать школьные музеи и сотрудничать с вузами. Екатерина Новгородцева расскажет подробнее. Музей в школе номер 215 открыли недавно. Экспозиция посвящена почетному гражданину Новосибирска, герою Советского Союза Дмитрию Алексеевичу Бакурову. Именно его имя носит образовательное учреждение. Здесь проводят занятия для учеников и экскурсии по страницам истории. Классные часы, уроки, мужество, которые мы тоже проводим в рамках Дня Героя Отечества, 23 февраля, вывод войск из Афганистана. Ну и по мере возможности мы встречаемся с непосредственными участниками тех боевых событий. Хотя мы молодой музей, но у нас уже есть аллея памяти, которая была открыта в 2020 году. 3 сентября мы 24 липы заложили. В экспозиции около 300 экспонатов. Многие передала музею «Вдова-героя». Это военные документы и личные вещи Дмитрия Бакурова. Часть экспонатов сделали сами школьники. Например, вот этот макет. Собрать данные и напечатать плакаты помогло региональное отделение Российской Ассоциации Героев. Прежде всего, это все мемориальные мероприятия. Открытие памятников, мемориальных досок, стел. Вот все вот такие мероприятия. Участие в Оргкомитете Победы. Вот все это касается Российской Ассоциации Героев. Но помимо этого, Российская Ассоциация Героев активно работает со школьниками и студентами Новосибирской области. На это направлен новый проект «Путь героев. Век науки и технологии». В этом году Российская Ассоциация стала одним из победителей конкурса, который проводило Министерство региональной политики Новосибирской области при софинансировании фонда президентских грантов. Если бы это была просто общественная нагрузка, можно было бы отдаваться полностью. Кроме всего, я работаю, то есть также продолжаю заместительным начальником полетно-испытательной станции. То есть я закончил летать в 70,5 лет, да, сейчас уже 73, да. Музеи, там в каждой школе где-то какой-то есть уголок, где память участников Великой Отечественной войны. Подходы, новые, так сказать, веяния, так сказать, в соответствии с временем. Организация поддерживает студенческие и школьные работы. Сегодня Валерий Поташов лично вручил награды двум студентам НГПУ за исследование военной истории и участие в конференции «Молодежь 21 века». Центр также предоставляет студентам аудио- и видеоаппаратуру для создания материалов, посвященных героям-землякам, и помогает вдовам ушедших героев. Екатерина Новгородцева, Сергей Жданов, Новости ОТС. Ноябрь – международный месяц повышения осведомленности о раке легкого. Сегодня пациенты могут жить с этим диагнозом годами. Часть из них полностью вылечивается. Этого можно добиться даже на поздних стадиях. Непрерывное, правильно подобранное лечение – залог успеха в борьбе с раком легкого. Подход к каждому больному должен быть индивидуальный, исходя из особенностей его случая. Профильные общественные и пациентские ассоциации оказывают бесплатную информационно-психологическую и практическую поддержку. В последние пять лет мы добились существенных революционных изменений в положительную сторону, когда добиваемся значительной медианы выживаемости или общей выживаемости пациентов с раком легкого. Старого возможного благодаря новым современным подходам к терапии. Я здесь говорю не только о химиотерапии, но и на сегодняшний день активно внедряется в клиническую практику малоинвазивная лапароскопическая или торакоскопическая хирургия. Стали более доступны современные подходы к лучевой терапии благодаря использованию и влечении современных лучевых ускорителей. Врачи могут применять еще и таргетную терапию. Она точечно воздействует на опухоль и не затрагивает здоровые клетки. А иммунотерапия помогает защитной системе человека самостоятельно распознавать и уничтожать опухоль. Несмотря на то, что медицина совершила прорыв, многое зависит и от самого пациента. Только позитивный настрой, помощь врачу со стороны родственников и пациента очень важна. Именно общими усилиями мы можем добиться положительного результата. Больше информации о раке легкого и контакты служб помощи можно найти на образовательном портале «Быть героем РФ». Информация на сайте не заменит консультации врача. Важно обратиться за помощью специалиста. Екатерина Радаева, Борис Гладких. Новости ОТС. Военнослужащих чемпионов торжественно встретили в Новосибирске. В Тегеране прошел 35-й чемпионат мира по спортивной борьбе. В соревнованиях принимали участие борцы вольного и греко-римского стилей из 22 стран. О том, как наши спортсмены завоевали свои медали, расскажет Дмитрий Антипов. Встречают победителей хлебом и солью под аккомпанемент военного оркестра. Ступив на родную землю, бойцы делятся впечатлениями от чемпионата. Гостеприимство иранцев, наверное, по 10-бальной шкале на все 10. Прям, ну, кормили, конечно, тоже хорошо. Там мясо все было. Ну, вообще классно. Ну, и как бы они российских спортсменов любят. Очень сильные, так же, как иранцы. А почему? Потому что соперники сильные? Ну, не знаю. Они как бы русских любят, всегда любили и любят. По признанию спортсменов, главными конкурентами нашей сборной были хозяева турнира. Вы знаете, этот чемпионат 35-го. Сборная России никогда чемпионат мира по спортивной борьбе среди военнослужащих. Поэтому результат закономерный. Первым стоит нам не привыкать. Ну, осложнялось. Это все, конечно, знаете, сборная Ирана. Это наш основной конкурент на мировом городе. Они хозяева. Шамиль Ажаев взял золото в своей весовой категории. Борьбой занимался с детства в обычной секции в Новосибирске. В итоге сейчас привез домой золотую медаль и титул чемпиона мира. В финале немного было трудновато, потому что соперник попался в один из первых номеров в своей стране. И пришлось, так сказать, нагрузиться чуть посильнее, чем до финала. Мой тренер лично, Василий Типолков, наблюдал до финала его встречи, как он борется, что он делает. И он мне сразу сказал, в какой стойке он борется. Результат турнира для наших борцов – три золота, четыре серебра, одна бронза и первое место в общекомандном зачете. Следующий крупный турнир для военнослужащих – чемпионат России. Дмитрий Антипов, Евгений Павлов. Новости ОТС. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Здравствуйте. Прогноз на 30 ноября. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет облачно с прояснениями. Ветер южный 2,7 м в секунду, влажность 82%. Температура ночью – 11,13, днем – 5,7. В последующие двое суток будет облачно с прояснениями. Температура воздуха в среду – 8,10, в четверг – 3,5. На этом о погоде все. С вами была Ольга Савельева. Отличного настроения и оставайтесь на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»